Поговорим про расу дрожжей, раз мы затронули эту тему. Бродильную активность дрожжей определяют по степени сбраживания сусла. Степень сбраживания В – это показатель, выраженный в процентах, характеризующие отношение массы сброженного экстракта к массе сухих веществ в начальном сусле. Рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране. По степени сбраживания дрожжи делятся на сильно или высоко сбраживающие. Степень сбраживания 90-100%. Средние сбраживающие 80-90%. Слабо или низко сбраживающие – менее 80%. К сильно сбраживающим относятся дрожжи следующих рас. 11. Ф. Чешской. 34. 308. 129. Ф. 2. Ф. 8АМ. 70. Дрожжи расы 11 сразу начинают сбраживать мальтозу. В отличие от других дрожжей, которые сначала сбраживают глюкозу. 13. Не требовательны к качеству сырья. Хорошо оседают. Пиво характеризуется полным вкусом. Дрожжи расы F. Чешской. Хорошо осветляют пиво. Придают ему приятный аромат. Устойчивы к инфекции и автолизу. Дрожжи штамма 8АМ имеют высокую бродильную активность, повышенный коэффициент размножения. Хорошо оседают. А дрожжи штамма F2 способны сбраживать мальтотетрозу и низкомолекулярные декстрины. Поэтому глубоко выбраживают сусло. Использование дрожжей этих двух раз дает возможность сократить длительность главного брожения с 7 до 5 суток и получить пиво с хорошим вкусом. Дрожжи расы 34 быстро сбраживающие, но прихотливы к качеству сырья. Также повышенные требования к сырью у дрожжей расы 308. Пиво сброженное дрожжами рас 8АМ 11Ф чешская более устойчиво к холодному помутнению. К среднесбраживающим относятся дрожжи рас 776-41-44С львовская Р получена из Чехии, а выделено на рижском пивоваренном заводе «Алдарис». Гибрид 131К. Дрожжи расы 776 неврихотливых сырью, их можно использовать для приготовления пива с применением несоложенных материалов. Готовое пиво имеет удовлетворительный вкус – резкую хмелевую горечь. Дрожжи рас 41-44С и П обладают хорошей способностью оседания. Вкус пива получается чистым, мягким. Дрожжи расы 44 дают возможность получать хорошее пиво при применении воды повышенной жесткости. Дрожжи расы А хорошо осветляют пиво, устойчивы к инфекции. Дрожжи расы 131К не сбраживают сахарозу, лактозу и рафинозу и используются только для приготовления темных сортов пива со сладким вкусом. Для темных и специальных сортов, вырабатываемых на некоторых мини-пивоваренных заводах и для домашнего приготовления, рекомендуется применять дрожжи верхового брожения. Для сортов пива с повышенной массовой долей сухих веществ в начальном сусле следует использовать расы 8АМ, 11, 41 и С Львовская. Для сортов с концентрацией сухих веществ в сусле 18% и дрожжи расы 11 для 22%. Хранят дрожжи чистой культуры в стерильных пробирках на скошенном охмеленном сусло-агаре при температуре 4 градуса Цельсия и пересевают раз в полгода. Следует учитывать, что дрожжи могут быть кислородзависимыми и кислороднезависимыми, то есть их жизнедеятельность зависит или не зависит от количества растворенного в сусле кислорода. Например, дрожжи 11 расы кислороднезависимые, 776 среднекислородзависимые, а для дрожжей штамма 8АМ требуется дополнительная аэрация сусла. Активность дрожжей зависит от состава сусла, содержания солей в воде, поэтому на разных заводах пиво, полученное с применением одних и тех же дрожжей, имеет разный вкус. Требования, предъявляемые к качеству дрожжей, не всегда удовлетворяются одной расой, поэтому иногда в производстве применяют смесь рас или ведут брожение сусла отдельно на разных расах, а затем смешивают молодое пиво.